Уникальное лазерное космос-шоу, экзотические животные и необычные цирковые номера. Россияне уверены, что Донецк такой программы не видел. Артисты российского государственного цирка собираются покорить местную публику. Арина цирка «Космос» с приездом артистов из России больше напоминает выставочный зал световой техники. Фонари, ультрасовременные лазерные установки. Здесь все по последнему слову техники, но все же главную ставку делают на животных. Собаки сибирские, хаски, маламуты и волки. У нас волки степные, одна канадская, и две козочки камерунские. Но мы их приучаем с самого детства, и волков, и козочек. Так что они у нас все сидят вместе в одном помещении, они не расстаются. Если бы они встретились в природе, то бы они, конечно, волки бы съели козочек. Кроме того, в программе участвуют леопарды, змей и крокодилы. Самую крупную из рептилий зовут Геннадьевна. Эти животные дрессури практически не поддаются, но самка все же научилась кое-чему. Зрители сами оценят, когда придут, увидят. Вы знаете, они в дрессировке, конечно, не поддаются, это показ их зоди. Но все равно они чувствуют. Если их обижаешь, они, естественно, думают, что обижаются. Ну и стараемся любовью и лаской. Программу составили три года назад. Она уже успела полюбиться ценителям циркового искусства России. Посмотрели ее и наши соотечественники. Но из десяти украинских цирков приняли россиян только пять. Арины в Киеве и Одессе не приспособлены к такому обилию техники. Поэтому там мастерство артистов оценить не смогли. Второе отделение – это шоу-спектакль, который называется «Планета обезьян». Это человекообразные обезьяны. Вот они приучены, видите, с большим количеством. В принципе, все взрослые обезьяны. И по возрасту они, в общем-то, опасны, конечно, бывают. Так что они кусают. Своих партнеров всякое бывает. Потому что в природе они хищники. Сегодня хищники привыкали к новой арене. Вели себя вполне спокойно, но легкое волнение и, соответственно, капризы были. Дрессировщики пообещали, что в день премьеры звери будут в форме. Москвичи в Украине гастролируют впервые за пять лет. И, похоже, артисты волнуются гораздо больше своих животных. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова